комбинация очень мощная тут ничего не скажешь но единственный минус это то что если дум купит аганим то в принципе у bristol бека будут серьезные проблемы ошу и курса варьер личный паблик на шесть рейтинга по первым во первых у нас четыре милишника думки не туз курса во вторых 4 жирных милишник думки тут плана урса не жирный а из перед боже по моему вега вот сказать впечатление что они так и взяли листик вот так узнать берете берется листик закрывается верхняя часть экрана и правда я же не смотрят принципе что происходит у оппонента и забирают себе тупо персонажей но против и милишников он дайнк вообще великолепен со своей там бойцы сломать будет проблематично если не сломать вообще забей да и спирит брейки все шикарные угм если bristol бек но тут будет постоянная война то есть либо bristol бека будет получаться быстро вырубать под думом с аганимом да либо bristol бек там я не знаю через какие шмотки он пойдет на свет обытку тактарин радианс как я недавно видел и он еще себе себе там купит что-то на живучесть плотненькая плюс есть висп который как бы усиляет плотность bristol бека в разы то радианс плюс спрей по кулдауну и под хилл лютый это все это просто смерть остановить bristol бека будет нереально тяжело но берст демаджа у веги туча есть кого в принципе с собой брать кого-то сатюрсу можно тосать теперь она будет там сразу разрывать на части но пока у веги пиксера на смотрится немножко сыровато потому что нет каких-то толковых суппортов при толковой хорошей поддержки курса без такой хорошей поддержки урса на никакущая но таск с трусой к примеру врываются какого-то персонажа так там ну подстанил получать снова болом плюс ультой подцепила урса в это время разрывает просто в клочья причем любого здесь по моему у нас просто семь стрэндж веков и один боже и одна урса это фактически но такой си агиле тихе ну агиле 7 стрэндж героев ну давайте уже добирайте до конца что ли ну просто мужевых суппорта то очень мало и кстати да вот в интер виверна на самом деле было бы шикарно и не не только это прикинь там у кишин сами забанил конус сами забанили потому что наверно у них судя по всему он данный будет роли саппорта не роли какого-то там кора вот ли был спирит брейкер вы абсолютно очевидный пик против виспа против бресталбека против спирит брейкера да и вообще против вот этого такого милишного загашника ну особо тут выбора не было а как вы все милишники вы все никто вы все равно кто да 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 возвращайтесь ребята возвращайтесь так оно и есть ой ну что вас пик вела пики зрители джилла пик веке мы уже увидели ну и очень веселый у нас пик ничего не скажешь я прям вот вот мне прям жутко интересная я тоже не совсем понимаю как куда и почему то что и правда но нет каких-то прям именно явно выраженных суппортов обычно такими выступает персонажи типа да зла аппарат от который в бане да сейчас винтер виверны там и так далее этом ведь докторы какие-то здесь этот сами саппорт таск и ну есть футбол конечно дистантор которым будет в этой игре нелегко но как-то кручатся вот у г тоже но есть именно фулса продвиж по остальные такие вроде суппорт вроде как и не совсем шейкер шейкер для мира для это соло мид шейкер что ли я не послал людям не но судя боже не на ничь перестал висп наверно в мид пойдут просто слушай а это да за это он дайнк саппорт от флая крит играет с никнеймом карнаж так извините мне тут на секундочку надо ладно потом потом то сделаем потом и давайте собственно смотреть игру и смотрим все и так флай действительно играет на антанге мира крыль это соло мид шейкер первая игра мажора что мы сейчас будем наблюдать я пока туда мне сказать так а я вот не интересно мне вообще звук заходит когда дня чутка из игры нету но может быть все все пофиксит тоже чет появилась слышу какие-то маяки где-то он будет то он будет наверно я думаю а я уже слышу какие-то так что есть звуки из игры все окей а мой звук заходит в твой или или мы мы слышим вот у тебя микрофон говорит от самое главное все остальное не он не говорит в этом ты как говорит что и перечеркнут чёрт ладно разберемся разберемся как по ходу все было нормально если что там про карту пофиксим что если вдруг что-то не так а то вот пошел звук из игры мы слышим все нормально паша на урсе но он на тени соло на дезерапторе сема играет на тусики и сложной мат играет на думе но и здесь мы поняли уже что ноутейл играет на бристалбеке миракл на шейкере fly на зомби и виск карнадж либо крит я ссорился с ним давно по поводу того что надо хватит менять никнейм и мы видим не особо помогло и найм и все равно меняет крит ладно пусть будет на но здесь очень тяжело будет конечно тени против него fly который будет тупо за эти дики эти вот постоянно по щам давать амиры колышу тоже персонаж не самый приятный против шейкер не сам приятный персонаж против тени то что тот тоже будет скорее все через тотем идти и за 50 маны будет впендюривать на очень-очень много урона снизу у нас line для спиритбрейкера шикарный убить его будет тоже очень тяжело если он будет грамотно играть то здесь он вы форме даже может быть какие-то шмотки помимо того что он будет получать стабильный q на топе маг ну каковы у него тут дела но маг в принципе тоже это дум сейчас он 2 подымется у него будет земля и убить его будет тоже нереально ну ты знаешь и он ничего наверное все таки не сделала ему не надо надо просто на просто выносить да и выносить он будет в этом я не на секундочку не сомневаюсь вот видит смотри мир и противного она так она получал мир и где-то где-то уже там на подставлялся и но просто у мира кла закуп такой на фаст ботал и это наверно сыграла ему больше в минус так как во первых с ботал не сильно много хп восстанавливает как это было раньше да и у тебя ни щи . нет ничего это тупо один балл и тени с тычкой в 70 плюс его ленч плюс он еще сам под крипов наверно подставлялся за этих там немного так тут прощают флайеру ну не хотят отдавать на ты сюда вру дару нас еще может успеть как-то может быть подблочить его шардами да лучше кататься чтобы зато некий воркует баунтером и сема очень много сейчас потратили для того чтобы это баунтером забрать но я думаю это все таки правильное было решение очень даже правильно обучил думу шел в леса кушать до крипа надо какого-то нашел курсе вича съел будет какой-то клэп ну клэп понятно дело такое значит где такой то если вис подлетит можно будет его там про пробить конечно лучше взять какого-то сатира и иметь оригин радоваться жизни но не всегда получается так и хочется сейчас мог по ум терять довольно много времени управляя по этим лесам он пытается найти но я не знаю что он пытается найти неужели он просто останется лес фарми нас останется так еще может быть небольшая стычка вообще бояться но можно было бы убить траптора хотя непонятно еще кто кого будет убивать пытается взять flyer fly дики через 2 секунды у него откатит очень больно flyer дики есть на развороте даст дикей хотя бы то дает дикей но это его мало спасает есть еще один минус и 20 века впереди очень уверенно да очень качественное начало от веги то что в миде происходит фраг это конечно вообще невероятно круто и вот этот дабла о джи когда ты стоишь даблой против триплы всегда нужно понимать что ну не подставляйся и подставляйся ну что нельзя умирать когда ты играешь 2 на 3 ну что если твоя дабла умирает но это совсем проблема это совсем плема но вообще и не шейкеры если один раз убил тени такой очень сноуболище персонаж что тот же мир еще раз у детства а пока есть если бы был тосик тут уже можно было бы подумать вот она та самая плюха по идее miracle должен был докат его постоянно ищемить этими темами шкулдаун там буквально 5 секунд стоимость по мане 20 30 40 50 господи 30 маза 30 маны ты в пиндюриваешь 120 урона плюс своя . еще 60 там мага пытались спеть такими язык не получилось в тем временем сатавр уже зашел паша вместе с соло поосторожнее здесь быть все таки окмун но он будет ли глимс глимс будет потом глимс паша клэп мун два удара за пошла его еще на удар на взял помог раз два и полетели шарты не достает даме буквально пиксель у нас а осик ну и ты посмотри как активно начали века да там снизу в миде шейкер шекер по левелу сейчас будет получать он вставать так вот он вот он вот он в лэнч а в лэнч кулдауне он то снова мир ехал было близко но был бы в лэнч не в кулдауне это был бы фраг на верный miracle все-таки как-то рассчитывал конечно конечно условно так вот его лэнч вот он тасс ну походу что происходит почему miracle так нагло играет он же понимаешь играть против тени он же наш ну блин я не понимаю почему он лазом 1 смерть еще можно там объяснить что немножко не рассчитал но здесь же было уже понятно что тебя дальше убивать каста не подходи старайся держаться на дистанции этот ноутбол который сейчас будет у тени он очень сильно отразится на остальных персонажах то что если появится быстрдаггер а он появится вис будет ну штрихаться буквально вот за две кнопки и все это только без что самый интерес все практически да тут на карте мало персонажей потому что ну которые смогут выдержать тысячу дэмоджа а вот столько именно наносят тенис прокаст примерно то так вот у паши абсолютный free-farm легкой линии мун ментер мы видим стоит здесь просто лечит experience варианта у него выходить на линии нет потому что он понимает что сразу паша будет его избивать у паша 5 левел есть поезда ему ментер просто побежал дает инфу паша должен у нее дать тусика побежал все мочи то очень нагло во всем этот принципе сильно бояться нечего сложность на нейтралов побежит себе буду конечно шейкер еще таки отрежут соло может шейкер отрезать и 1 и 2 сама пытается и отличный глимс от соло можно было на самом деле все сделать еще проще вот сюда просто встать до вижен на вот этих вот а големов и туда бы вкатился было то есть это было вообще такой супер вариант но в любом случае все выжили так что все нормально но тейл топ крипстата карты не смотрели мы не брестал бака сейчас смотрим мага крысли земля земля у него третьего должна помогать есть там будет ли т.п. на их мага просто отдают неужели мага да мага просто отдают никто сюда не прилетел не подрасчитал за за счет 2 стана залетает то есть реально они не думче если бы какой-нибудь тени не пожалел а тени-то имел телепорт но там шейкер кисуру бы наверно сбил ему поэтому не так просто было бы этот телефон сделать но в итоге ноутил забирает tower в итоге ноутилл забирает фраг первый для себя и у ноутилла топы крипстат на карте 1500 голды и этот брестал бэк будет проблемой однозначно но насколько крут брест мир окла в миде в мир окла в миде очередной раз ловят толпой пытается шейкер конечно подойти дать по лицу солодчу но вы должны не убил там 5 стиков так что вот не пошла наша куровка да короче страдает эти лоджи стоит отметить целых три коровы пик птически почти почти не но если без труба коровой называть непонятный товарищ как бы есть у нас космическая коров спирит брейкер есть нас простая корова это и шейкер ну и по сути уже так ну вис тоже может быть коровы просто как непонятно коровы это чуть непонятно вообще что этот вид где у него до сих пор не видно когда он визит до сих пор не видно где ему до музыки сейчас вернуть по идее обратно хотя что-то не хотят от рисковать кстати знаешь я как-то не подумал про это века то играет за радиант и им надо будет как-то ближайшее время придумать какие-то пути для урса чтобы зайти на рошана но с такой доминации особо придумать ничей не надо будет курса просто тупо зайдет и убьет этого рошана ну это типа дауя сема сема отрезает крита мирок и за ним еще мы проблемы огромные надо что-то называет но что-то да слишком много дэмэджин носит дэмчик и без шансов для него пока ваша с файзами вот он дагер появляется на восьмой минуте даггер на тени это это очень 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 неприятные моменты в лэнч тос . с руки подтянулся сюда солочь но опять мир кал пытается двигаться тихо слаб есть у мира клоу 0 и слегка подкидывали мира кал пытается убежать есть еще кило очередной тот уже завершает значит и слово всем окна здесь погибает вот это очень хороший разметно что прилетает станут и в итоге разменивает 2 в 1 своего сала мидера до на двух саппортов но это деньги это деньги это деньги в первую очередь для ноутейла и это очень хорошо ты посмотри ну ты первый парк под доминатор на бристалбеке кстати реально очень интересный выбор я ни разу не видел вообще в принципе динатор ну даже так облике лишь просто заниматься стаками когда доминатор должны понимать что кто-то наверное здесь не так что неспроста появляется доминатор плюс еще раз варделе тоже вот эту точку но то есть тричник специально поставили чтобы если чего там ну да 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 то есть они там уже готовят для себя фарм потом для бресталбека тоже будет сейчас будет смог от веги принципе смог должен быть читаемым то что ну пропадает из карта out vision это уже мы видим наблюдать только одну курсу остальных не видно и ну на должны догадываться должны догадываться сейчас а вот стаки нашли стаки нашли вега с 3 как попрятались а уже не хотят никуда лезть прекрасно понимает что не стоит сейчас лезть на рожон на тизернулся висп на бресталбека побежали они в сторону рошана понимаю что вполне вероятно сейчас именно это происходит и не выходит из смоков и сразу да гирал но уже подумали что действительно рошана уже убивает начали все группироваться но в итоге бегать не рискнули пока эти на рошана вега пока ждут нужного момента чтобы зайти на этого самого товарища какой-то даггер тоже желательно прикупить если он его покупать пока вот чувство голды да 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 я думаю это будет действительно даггер хоть дистераптор тут у нас раскастовывается в мир угла 5 медиа и вот у мир окла вообще кидают очень жестко его никто не сэйвит здесь пока бресталбек фармит лен шутов не парится но слишком много по моему ресурсов тратит на то чтобы зафармил эншента в бристалл то есть вокруг него на самом деле с этим фармом но типа да подождите чего куда торопиться но почему он ушел в стол постой сена топе фарми прилетишь свистом куда угодно у вас же есть орлоки то есть если бы драка и в итоге топ линия она просто остается без ничего а у веги мы еще в игре ни разу не видели дума а дум он есть а думан будет приятным это однозначно и пока мне кажется как ни крути в глобальном смысле бега немножечко но чувствует себя лучше на этой карте до кого-то преимущество нету понимаем что там 1700 голды и 500 experience это не то преимущество которое можно называть каким-то там решающим а но уже в принципе пила идут увеки неплохо увеки я вот даже не знаю из минусов что тут можно назвать у них есть шикарный лейт виде тени и урсы причем тени начало у него задалось и теперь у него не он не только будет этим в рвак и убивакой он всей power 3d быстренько купил так снизу готовы вашим огромные программы все моря для того чтобы подставить пашу всем обкану это вашим он будет и хелпа хелпа дал по далековато пашу проседает числе пытается нанести хоть какой-то дэмэш кайтер пашу кайтер пашу очень неплохо убивает его и в итоге мы видим ничего не смогли если бы это не подтянулись да вообще никак не стали помогать далеко было от того значит чтобы не потягивали скорее от разгона мага разгон на мага будет продолжение тут есть фиссура и без вещей это должен быть минус маг то и вот уже начинает играть вега расслабились и начинает их убивать и вот два кор героя умирают 66 уже сравнивать счет и все в принципе внезапно становится окей уже но туда гир должен успеть правда даггер в рвну слабо спасает разгона спирит брейкера ульты у него его лэнч вы куда тема все окат из тут мирок и в инвизии очень неприятной ситуации может быть мирок или саха слэмом мирок или такой хочет хайлайт сделать по моему одного не хочет он тратится прокаст виза 950 голды в нем данный момент из даблинка принципе мира клю тут еще жить и жить идет на топ и кстати на топе тут и соло и сема и тут могут может проблем мирок и натворить даже соло вообще сладенький для да на сему побежали и скорее всего система должен погибать мирок и астана о мой бог так бам бам 76 уже вышли вперед и надо делать какие-то выводы парням из веге что ну это неприятно таки и очередной раз на коробку новости было очень много дыма же не хватило убивает дать станчик возвращает обратно шейкера шейкера должны добивать там что с его глинцом тундерстрайком было отлично и здесь еще небольшое дотекание такое веге на топ идет нужно мы не бросируется пока дум надо вынести какие-то барабаны ну в общем да если начнутся сейчас забирать товара и ходить по 5 рон то в принципе у джи тяжело с ними справиться да если кого-то одного цепляет второго цепляет разгона свистом там сгу то да то проблемы увидели будут но если века будет минимум троим четвером сложно бы драться походу не видел что там бристлбэк и я не знаю конечно потел сильно дал прокат но это все что он сделал причем проказал волосы опять по одному ну то чем и время опять его живет система пока живет на него нет продолжения шейкер далеко и в общем-то подцепить с большого ранжа нечем это просто отжали товар и убили виде бонуса disruptor а еще товар пока не отжали ну правда есть там а и miracle конечно статема забирать причем вы посмотрите как грамотно да именно отдают миру клуб то есть по сути мог же пытаться бристаллбэк там восхитить но нет 3000 у бристаллбэк а это что выход радианс а почему бы и нет почему бы и нет там огромное количество миличников и миссы на матч который сейчас имеют вега он реально огромен и если у тебя будет радианс гибает на снизу ну что же не по одному то ходит но она разгоняется тут же пошло гуя не знаю как выживать честно она пытаясь чем не дает чуть-чуть кайта но там понятно было что он не подставится потому что почему они ходят по одному ну блин а вот из девяти фрагов лучше 8 было сделано когда бега хотели где-то по одному дальше куда-то идут вижу на нету посмотреть как лучше переводили с одной стороны вега тоже играют как бы свою по своей стратегии пока убивают 1 все остальные примут угрызаются в крипов фарм 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 то есть у них единственная проблема это 15 минута и 5 лево у тускар а это наверное единственная проблема пока на карте тот же дисраптор имеет почти 9 и у него еще 900 там с лихом голды но значит здесь действительно тупо за шинфор будет играть соло будет пытаться вынести в довольно быстро и агоним а и что творят творят лучше вот же красавчики на рошаны прекрасно понимает что на рошане а тут может быть смог смотрим увидеть ли это у джи живот он стоит в арт они не видят они а тут мира коль стоит тут стоит мирок и хорошая позиция мира сейчас все мы смог спадет мы все мы смог спал всем и смог спал и не спалил вирак на мера ковбал мир ковбал мир это быстро убить Но на Рошана Миракли разменивают И это очень хорошо для OG А Рошан успеет за это время упасть Браво, боже, какая шикарная позиция Миракли, а? Он на это, походу, и рассчитывал Прям вот на это и рассчитывал Действительно, блестяще было сыграно Если бы он еще догернулся бы Откуда, конечно Потому что ты идешь, Паша, Паша решил вот так Да, если бы еще догернулся и ушел, это был бы вообще космос Так, ну что По итогу, по итогу, по итогу У нас там у Бристалбека Появился гипер Все-таки это не Радиан Все-таки Кираса Окей, окей Кираса тоже имеет смысл Команде своей помогает Просто зачем было закопить так мог денег? Ну не знаю, может они внезапно Внезапно 3000 Просто внезапно 3кцаря Ну а что, тяжело что ли? Да, там вот Ян что-то зафармил Ой, ладно Посмотрим на Урсевича этот у нас С даггером, с маской Думбрингер, куда брал себе барабаны Ну не супер шмотки, конечно Как мы привыкли видеть на думах Против Фидонолта всего два раза Пока не особо Блещи с айтемами Тинни берет себе Шадоу Амулет Походу в ШБ выйдет Такой паблик Тони Нормальный Тони! Не, ну это Шадоу Блэд для Тинни на самом деле Вполне хороший айтем Учитывая, что он Ну, этот айтем дает и атак спид И дэмэдж И все, в принципе Ну и что самое главное в этом артефакте Что его потом можно переварить в Сильвередж Против Бристаллбэка Это то, что надо Без Сильвереджа Брестал убивать будет нереально Да, ну, по-моему, Сильвередж Это полный калич Против Бристаллбэка Он в любом случае Рано или поздно БКБ Слова Так Панк Много дэмэджа Соло Хороший утреней Релакейт прямо в спид Очень неприятно Солчу Его пытаются сразу развалить Но Уанна заперли Крит Еще 8 секунд будет здесь Флайя подумал Неплохо-неплохо Мирокля надо, главное, и добить Мирокля нужно добить Шотами отрехли Мирокля И спасает его В итоге бис Улетает отсюда После релакейта Улетает один Мак подрубает землю Пытается отсюда убежать Подзамедлили Пашу Пашу будут кайтить У нее есть 10 стиков Но кулдаун Еще одна секунда И 10 стиков Он успевает прижимать Погибает Паша Сема выкатывается в Мирокля Ничего не успеет Сема сделать Маленький ревел Но это приводит Блин, у него ульта была Ужасная драка Просто ужасная драка Мак дал дум в зомби Для того, чтобы зомби Много не натворил Но дал он его уже После того, как была поставлена Тамба И в итоге И ульта включена была Да-да-да-да В итоге все вышло очень плохо 3 в 1 И очень много денег здесь заработали OG И самое главное Экспириенс Разгон на дисраптор Пойдет ли до конца Вопрос нет Все-таки А, у него ульта в КД Поэтому здесь вот Без вариантов Климер кейп Кстати говоря Есть у Спиритбрекера Это достаточно сильная штука Очень сильная штука Кстати Ну, правда У него монопол Не особо большой Но Глимер кейпс Здесь мана ему хватит Ну, мы уже видели Только что Сейв шейкера Которого в Глимер бросили И все Ну, ты что На Ноутейла будет атака Прыгает Пытается его убить С раскаста Но мы видим Не получится Это сделать Ну, вот Очень чехал Да, просто плевал На них Ему реально Не сделать ничего И Ноутейл Начинает наглеть И Крит Ему, конечно Будет помогать Как-то здесь Слайм, наверное Но будет очень сложно Разобраться Как полетели шарды Пим-винчик такой Пим-винчик А, тем временем На топе Дисраптор Да Он решил, что все-таки Можно И опять по одному Начинает гулять Причем один Спиритбрекер Ладно, если бы Там много героев Его убивало Это было бы выгодно Да Дисраптор Толпа налетела Но Блин Когда в Соляново Это уже другая Совсем история Саша Яша Гипернетворс Начинает взлетать У Престолбека Он убивает И Рошана И Эншентов И Крипов И Дисраптор Террининг И Эншентворс 7800 У Тени И Миракли Которого загнобили Казалось бы Которого Семь смертей Имеет 6600 Так вот Да, за счет того Что есть Ты Дэмэдж дилер В виде Бристолбека Шекеру Пока Особо Ничего не нужно Кроме Как Тезейблить Через Паша Прошу Оли Майкнули Что Паша Здесь Ну Парус Блин Как Уйдет Пока Паша Не будет БКБ Что-то делать Без БКБ Ему Не дадут Даже Сдвинуться С места Там очень Много Дизейбла Замедляющая Тамба Фиссуры Всякие Разные Там у Шейкера Плюс Спиритбрейкер Тяжело Будет Конечно Очень А вот Нотэр Просто на халяву Забрал Т2 Никто Не может Ему ничего Сделать Прижимается Вега На топе Пытался уйти Урса С телепорта Но Пока Не спрашив А Да Что-то Точно Кого Ну Тейла Ну Вообще Да У него еще Егис Который Скоро Выпадет Поэтому Даже Не Это Не Был бы Против Ну Ладно Очередной Разгон Прям Спиритбрейкер Туда Сюда Бежит Мунминдер Играет Просто Шикарную Играет Побрал Глимер Собрался Все-таки Shadowblade Глимер Оказался Полезным В один Определенный Момент Игры Его Завязали Все Но Тут Кстати Нагловато Играет Мунминдер Уже Чувствует Что Полторы Тысячи ХП Как бы Да У него Клока Есть Которая Резистит Очень Неплохо Да У него Сейчас Магический Резист 40% Тот же Тини Со Своим Прокастом Уже Не Страшен Когда У тебя 1400 Пойнтов Плюс Стики Плюс Тиммейты Которые Уже Бегут На Помощь Если Вега Стали Драться Их Похоронили Что Я думаю Вега Будут Ждать Очередного Рошана Внешне Товаране Практически Все Сдули Остался Один На Топе И В Принципе На Хай Граунде Будет Могу Решаться Потому Что На ХГ Зайти Все Так Тяжело Сейчас Вег Нужно Пор Делать На Аганим Для Дума Потому Что Единственная Опора Ой У нас Это лютый Акшен Происходит То О чем Мы говорили Что У нас Очень Недалеко От нас Находятся И все Комментаторские Китайские Английские И все Команды Что Самое Интересное Бешеное Какофония Звуков Конечно Будет Происходить В этом Суть Лана В этом Веселье Лана И Да Понятно Только Групповой Топ На Время Плей Офф Мы Перейдем На Большой Стадион Там Будет Куча Зрителей Там Будет Намного Атмосфернее Ну А пока Пока Слышим Крик Китайцев А вот Там Еще По Экономике Если Посмотреть Нельзя Скать Что Сверх Все Плохо Ну Ты знаешь 7000 Много Но Солидно Да Но Эти Деньги Все Сконцентрированы На Одном Монминдер В Нбейте На Сем Очень Быстро Можно Сбрить Да Хорошо Ловит Монминдер Здесь Монминдер Едва Погибает Очень Монминдер Хорошо Надо Драк Да И правда Но Правда Что-то Bristolback Общине Прощает Очень Больно Пытаться Забрали Мага Будет Жить Маг Пока Что Живет Там Урной Отхиливать Надо От Замбарей Избавиться Опять Присасывается Есть Минус Пошел Дальше Есть Еще Один Минус Даблкил Оформляет Тяжеловато Будет Остановить Мирокля Убили Да Но Тейла Остановить Нереально То есть Это Нутейл Просто Грязет Людей Посмотри Что Происходит Сейчас Трейли Просто Не Остановить Он Идет И Бьет Людей Ломает Ноги Но 3-3 Это Очень Замечительный Файт Учитывая Насколько Все Было Плохо У Еги Я Не Договорил Свою Мысль По Поводу Даггер Это Был Фейл Мирокля Не Ожидал Вот А потом В перспективе Когда Появится Аганим На Думе То В Принципе Ты Вешаешь Свой Дум На Бристлбека Ему По сути Пофиг Но Он Уже Думом Спина У него Не будет Работать И Его В Принципе Можно Будет Попытаться Софок Либо Будет Второй Вариант Висп Его Сейвит На Базу Но Тогда Это Минус Два Героя И Ты Дерешься Против Трех Но Троих Остальных Разобрать Вообще Не Проблема Действительно Аганим И Дум В Но Тейл Это Наверное Главная Пререгатива Сейчас Должна Быть Для Веги Сквадрон Спирит Брейкер Побежал И Опять На Этот Раз Соло Далеко Тиммейт От него Соло Успеет Что-то Сделать Отменяет Мон Его Не Видели Вы Не Видели Мак Включает Землю Бежит Но Тейл Ну Теперь Уже Спашно Да Да При Веде Этого Товарища Сейчас Лучше Убегать Единственная Правильная Реакция И Адекватная Реакция Блэкинг Бар У него Появляется И Опять Таким БКБ Десятисекундная Ну Дум Есть Дум Но Все Равно Мы Понимаем Что Под БКБ Запилить Его Ну Я Не Знаю Как Это Будет Очень Сложно Его Вообще В принципе Даже И БКБ Было Сложно Запилить А БКБ Подавно БКБ Ему Скорее Нужно Даже Не Для То Чтобы Его Запилить А Ему Это Не Для Сейва Далеко Это Купил А Для Чтобы Не Останавлив Ему Надоело Вот Лучшее Решение Мне Кажется Что Леша Выходить Сразу В Аганим Здесь Опять Таки Против БКБ Вот Этого Против Разных Там Инвизов И Прочей Фигни Творстаф Тех Шекеров Которые Кого То Сможет Так А тут У нас Кто-то Загуливает Или Все Таки Нет Дум Брингер Аймах Проблема Мага Ему Буквально 300 Голды Не Хватало Долганима Обидненько Когда Тебя Уже Убивает На твоей базе Мы Видим Здесь Стоит Сентри О Веге И Недостает Один Пиксель До Убс Вардан Просто Один Пиксель Сейчас Должен Леша Понять Что Здесь Есть Вард Где-то Вот Тыкает И Этот Недостает Но Леша Умирает Здесь Как Жен Приятно То А Фэйл На Пыле И Вот Этот Вард Сейчас Выигрывает Огромное Количество Времени Сил И Вижена Для Команды OG Не Стандартный Такой Вардец Который По сути Не Такой Огромный Тей Вижен Дает Но Для Разгона Спирит Брейкера И Для Общей Инфы Что Там Кто-то Есть Этого Вполне Хватает Да Ну Что Ж На Топе Ну Он Подпушил Немножко Линию Счет В пользу OG Ну Веген Надо Как-то Надеяться До последнего Рассчитывать На то Что Появится У них Аганим Появятся Еще какие-то Артефакты И смогут Ребята Как-то Вот Вернуться В эту Игру Но Формат Бестов 3 Опять-таки Говорит О том Что Шанс Есть И Играть Можно Да Шанс Есть Играть Можно Опять же Даже В этой Карте Еще Можно Победить Не забываем Про Дум Брингера Неважно Сколько Нетворца У оппонента У его Керри Если он Будет Под Думом Бегать Это Мало Что Решать Есть Конечно Висп Опять же Да То есть Вроде Какая-то Контра По Вот Этому Но Дум Под Аганим Не Кончается В этом Проблема Пока Сам Дум Не Умрет Не Знаю Получится Лин Ладно Посмотрим Я думаю Сейчас Будет Тяжело Но Хоронить Скажем Так Еще Слишком Рано Смолки Все Теперь Гето Готовы Очень Очень Идун Саганимов Очень Важный Сейчас Момент Жми Оверпавер Заранее Чтобы он у тебя Уже на Кулдаун Шел Хорошо Нотейл Видят Его Маг Нотейла Надо Затыкать Ну Сразу Дышится И бегать Покруг Него И бить Просто Бегать Покруг Него И бить Мун Побежал Крита Пытается Убить Криту Не дали Заюзать Пока Релокейт Релокейт У него Имеется В наличии Но он слишком Побитый Узать Мага Мага Вгрызается Но Мага Так Просто Не Убить Ничего Мага Можно Подцепить Дум Смотри И Дум Бесконечно Висит Дум Просто Жить Клана Продевает Мага Мага Паша Паша Погибает Все Стали Умерли Вот Растянули Они Растянули Команду Вега Дум До сих Пор Висит И Нотейл В этой Драке Он Ничего Не Делал Тут Уже Остальные Все Сделали Так Разгон Умрет В целом В целом Уже Как бы Вот Еще Одна Контра Конечно Думаю Это Егис Еще Одна Жесткая Контра Но Вообще Если Вы Наверное Попытались Этого Бристалбека Убить Мне Кажется Можно Было Б КБ Тяжело Было Бо Наверное Убить Там Как То Надо Было Как То Они Даже Не Смогли Убить Их Очень Раз Или Они Просто С разных Сторон Все Были Сема Как То Бегал Там Не Сема Соло Бегал Как То Возле Мага Ну И Получилось Все Очень Плохо Поняли Вовремя Уджи Что Для Замец Вместо Того Чтобы Гоняться Там Дум И Убивать Его Лучше Просто Растянуть Поубивать Всех Астана Но Он Уже Почти В Огоним Агоним Да Потом Уже Бкб Будет Делать Ну Паша Нужно Бкб Курсе Очень Нужно Курсы Сейчас Совершенно Бесполезно 252 Никого Бить Толком Урсач Не Может И Понятное Дело Что Вот Эти Все Шейкеры Да И Прочь Очень Сильно Мешает Невероятный Ну Надо Просто Врываться Семи И Паш В одну Боевую Единицу Вдвоем Если Они Врываются Один Дизейблет А другой Просто Разрывает Но Почему То Они Не Комбинятся Я Очень Был Удивлен Тому Что Виспа Сразу Не Стерли Он Должен Просто Моментально Был Улететь Не Должен Долго Жить А Он Успел Что Тизер Нут Что Там Мансовал Мансовал По итогу Вроде Умер Вроде Не Умер Непонятно Слишком Много Против Вот Такого Количества Миличников Она Как Мы Видим Очень Много Решает Очень Много Зомбарей Спаунится Они Тебя Замедляют Домажут И Веское Болото Получается Bristol Black Квад Butterfly Вот Это По-моему Айтем Который Заруинит Игру Ребятам Из ОГЭ Да Ну Почему Да Ну Все Выключит Какая Разница Ну Вот В этом Тейп Прикол Смысла От Butterfly Вообще То Да Но Купи Что Что Угодно Не Пожар Хочет Быстрее Бегать Я Не Знаешь Ну Вот Я Вот И Говорю Что Есть Шанс Ребята Ребята Вам Только Что Ну Да Вражеский Кор Просто 6000 Голды Выкинул Он Реально Мог Намного Боже Аписал Тарас Даже Да Не Зар Него Гипер Был Он Секираса Мог Купить Даже Сейчас Из Гипер А где У него Гипер Делся В Курьере Курьере Ааа Ну Потом Наверное Вместо Аегиса Будет Скорее Всего Это Понимаю Но Пока В наглую Заходят Ну Чувствует Себя Просто Нерегис Правильно Если бы Аегис Выбить До Дума Было Конечно Просто Очень Клево Ну Как Ты Выбьешь Что Ты Сделаешь Ты посмотри На это Фыркающее Чудище Пытается В спину Забежать Соло Хорошую Позицию Занятия Кстати У него Может Получиться Занятие И вот Ааа Очень Хорошая Очень Решая Хорошая Сыграли Тамбу Убить Не смогут Мага Скорее Здесь Развалят Маг Пытается Драться Ну Не Может Разбить Тамбу Маг Угибает И Аегис Выбили Дума Нету И Да Ну Это Наверное Все Таки Гуд Гейм Скорее Всего Сейчас Упадет Страна Целую Минуту Не будет Ноуана И Но Убить Без Дума Без Ноуана Не Представляется Возможным Так Догоняет OG Блестяще Сыгран OG Конечно Очень Качественно Не стали Кипишить Вначале Что Убивают Нашего Мидера Что У нас Проблемы Но Пока Еще Вроде Держится 20 секунд До Появления Думбринзера Правда Толку От него Маловато КБ Прожимает Бристалбек Но Здесь Конечно Посыпались Все И Тут Уже Будет Минус Еще Один Лайн Лучше Бо Конечно Они Дождались Своих Тиммейтов Отдали Бо Эти Бараки И Уже Подрались За Еще Один Лайн А В итоге Сейчас Из-за Смотри Олджи Олджи Не спеша Спокойненько Четко Отходят Т2 Тавер На топе Еще Есть И Ребята Спешите Будут Что Будут Жить Пока Будут Бороться За Свою Игру Ну Какой Ты Один Фейл Буквально Один Фейл Хотя Бо Тоджи Игра Вернется В Такое Ровненькое Русло И Если Вдруг Вега Доберутся До Тенис Огонимом Ее Не простит Эту Базу Линкен Появляется У Шейкера Теперь Его Не Глимсануть Ну И Не Задумить Тем Более И Вообще Этот Линкен Скорее Будет Вешется На Бристалбэк Вариант Покупает Себе Пер Камень Муншард Покует Товарищ Нотейл И У Летейший Атак Спит Летейший Дэмэдж Уже Дальше Ничего Не надо Да Это Уже Практически Шесть Кислотовый Там Ну Разве Что Какой-то Сатаник Он Всегда Берет Нас Хав Панчик Схавать Можно Правда У Веги Действительно Не пошло Немножечко В какой-то Определенный Момент Игры Где Там С Десятой По Пятнадцатую Минуту Несколько Раз Они Лишних Умерли Дали Лишние Деньги Дали Лишние Возможности OG Ну И Собственно За это Были Жестоко Наказаны Да И Выходит Из базы Пытаются Хотя бы Забирать Хоть Какие-то Тавара Потому Что На самом Деле Они Сломали Всего Нас Всего Два Тавара Первых Сейчас Третий Заберет Тини Будет Деньга На тот Жебай Бэк Хотя Б Ну Да Бкб Урсы По-прежнему Нету И Надо Еще Один Тавар Забрать Потом Уже Лететь На базу Наверное Потому Что По-другому Никак Бежит Сюда Зачем Паратрон Они Чисто ТП 106 В принципе Едже Вис Поэтому Паратрон Застрял В Центре Там Я Поставил Центре Ребята Миракл 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 Даггер Писурка А что Не знаю Наверное Вбить Кому ТП Магу Сбили ТП Да Магу ТП Ну Маг Там Вообще Умрет Сейчас Да Маг Миракл Не Убил Его Совсем Не хотят Отпускать Но Помог Маг Сейчас Спрашивают Да Так что Земля Закончилась Здесь Меди Зомби Убили Поэтому Ну В принципе Как-то Более-менее Нормально Получилось Не было Тут Двух Героев Джип Барак Потеряли Бараки Теряют И Не На самом деле Все Очень плохо Учитывая Что Дум Хотя Если бы В кого-то Ульту Разрядил И Может Будь Кого-то Забраться Собой Но Там Слишком Толстый Все Ничего Не Получилось Ой Лотус Появляется Сейчас Из Лотосорб Лотосорб Линкен И Что-то Как-то Захотят Ли Вообще Что-то Юзать В этого Бристолбэка Теперь Вопрос Полнейший Сейв Пауза Бросит Бристолбэка Четыре тысячи У него На кармане Просто Невероятно Быстро И Много Формит Этот Бристолбэк Ну Прям Чересчур Много Не знаю Где он Эти Бабки Берет 12-06 Наверное 12-06 Это И есть Причина Такого Огромного Количества Тенег У Бристолбэка Мы Не Стоит Выдумывать Какие-то Теории Ждем Ждем Пока Закончится Пауза Мышечку Почит Ребят Мы Напомню Что Ребят На Канале Дота Мажор Ру Идет Трансляция Матча Виртуз Про Против Ньюби На канале Дота Мажор Ру 2 Вы Сидите С нами На канале Дота Мажор Ру 3 Ег Против Над Играет И на канале Дота Мажор Ру 4 Вичи Гейминг Против Команды Ано Все Игры Все Еще Идут Пус Про Дерутся Из Последних Сил Пока У них Против Дюби На первой Карте Очень Серьезный Замес Проис Замес Лес Лес Замес Так Ну Если Посмотреть На Графики То Уже И Правда Становится Страшно Там Под 20000 Ребята Имеет 20000 Плюс Из Каких То Вариантов Как Можно Камбэк Уже В Принципе Говорил Нужно Найти БКБ Еще Кирасу Потому Что Если Он Купит БКБ Он Просто Будет Чуть Дольше Жить Если Он Купит Кирасу Тогда Он Начнет ДПС Уже Вполне Нормально Будет Жить И Это Уже Будет Боевая Единица Толковая Потому Что У Веги На самом Деле Сейчас Очень Сильно Не Хватает Героя Который Нормально Будет ДПС Урса Не Такой Жесткий ДПС Раньше Урса Прыгала И Скилла Но Это Не Тот Урон Когда Ты Там Дополнительных Каждую Дычку Бабахаешь Ну да Немножко Получше В этом Плане Это Тульта Стала Послабее Стал Урсевич Более Тонковый Ну а Толку Берс Эммеджа Не Прибавляется В этом Плане Что Сейчас Будет Нужно Как-то Поработать Над тем Чтобы Было Чем Убивать Аога Все Герои Очень Толстые Еще Это Там Баб Стояна Стоит Против Милишников Феги Крайне Тяжко Туск Себе Он Туск Себе Вообще Не Реализует Как Ни Странно Милишников Сигель Тоже Очень Сильный Он Даже Специально Промаксил Но Блин Просто Как ни Странно К тому Что У ОГ Проблем Сигель Ни Создает Там Баз Просто Незаметно Что Этот Сигель Да В основном Одиночные Ганги Либо Там 2 на 2 Что Типа Того Маш Мышка Вообще У нас Будет Сегодня Ну Бывает Залагал Залагал Мышонок Да Ладно Дадим Пусть Там Вот Есть Все Разлагало Смотрим Смотрим Дальше 35 минут Игры за нами 27 на 13 Просто Громаднейшее Преимущество У команды OG Дота 2 Поэтому Единственное Что Нам остается Здесь рассчитывать На то Что Вега Сможет Сотворить Чудо И Сделать Лютый Камбэк Лютые Камбэки Бывают И В таких Мачах И В еще Более Нереальных Для отыгрыша Казалось бы Мачах Так что Не стоит Хранить Никогда Но Тлинку Сбивает Мирокляк Линсует Его В ультимейт А Ты посмотри Спевает Запорсится Да Но Пусть Проблемы У Мунминдера И могут Одного Просто Не ощущает А это Пофиг Вообще Тут Само Все сказано Я думаю И еще Можно Написать Goodgame Первую Карту ОГС Начали Конечно Вроде Как Хорошо Вега Сделали Там По-моему Четыре Фрага Первых Особенно В виде Было Все Замечательно У Это Тони Пепперони Но Что-то Тони Пепперони Не потащил Свою Команду Победе Не Тащил ОГ Лютым Образом Сильны Они Это Еще Раз Доказали Там Многие Не верили В эту Команду Но Она Есть Не Самая Замысловатая Комбинация Как